Здравствуйте, друзья! Мы снова вместе. Вот мы сейчас поработаем с моим компьютером. Сегодня 18 марта 2022 года. И, внимание, началось великое обострение. Великое обострение, ребята, великое обострение. Посмотрите сейчас сами, убедитесь сами. Вот. Сейчас, сейчас, сейчас. Ищем первые попавшиеся семена. Заказ. Так, сделаем по-другому. Попробуем более сжато сделаем, потому что случилось невероятное. Невероятное то, что отринили, так называемая, монетизация на ютубе. Монетизация фильмов и прочих материалов. Что изменилось? В одночасье исчезло гигантское количество учебных, якобы, фильмов. Помните, мое новое, я сам себе придумал, и начал название. В Кабачке Тернастульев есть такой персонаж был. Боксер-заочник. Представьте себе, как смешно это звучит. Боксер и в то же время заочник. Так вот. Тысячи, тысячи оказалось садоводов-заочников. Ни хрена не знают. Садов нет. А учиться проще не бывает. Вот. Режьте летом, режьте осенью, весной, режьте зимой. Вот. И все это со слонострасной такой подачей. Мол, от деревьев дольше жить. Деревья будут более здоровые. Вот это самое страшное. И вот вдруг случилось следующее. Я смотрю, глазам не верю. Нету. 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 А им теперь, раз им за эти сребенники за это не платят, им теперь не надо это. Не надо. Так, дальше не идет. Нету. А было весной весеннее обрезко, летом летнее обрезко, осенью осеннее обрезко, зимой зимнее обрезко. Еще пытаются доказать, что деревья без этих самых. Я говорю, когда вот так отрезают вам пальцы, беда. Но жить можно. Руху отрежут. Еще жить можно. Даже что-то култышкой можно. Здесь хуже будет. А когда вам вот так по плечу отрежут? Вообще. Нет, надо именно так отрезать деревья. Я был в страшном гневе. Я столько выставлял дураками. Заработал кучу себе недоброжелателей. Вот. Пожалуйста, Валерий Константинович, вы учите как надо, как вы считаете. Ну не трожьте вы их. Как не трогать? И вдруг за меня случилось следующее. А теперь смотрите. Я опять возвращаюсь к этой теме про фальшивые санкции. Почему? Сколько-то лет назад, может 8, 10, 6, Путина возили по Кубани, устраивали совещание, угощали яблоками. Заметьте, не абрикосами. Не персиками, не черешами. Яблоками. И сказали, значит, слушаемся, вот это самое, господи. Владимир Владимирович, в чем мы сейчас страну завалим? А как можно завалить, если дешевки продаются даже в сельских магазинах? Плоть до киви и прочих ананасов. Все есть. И наши яблоки всегда будут дороже. Значит, надо им дать какую-то вольву. Раз. Саженцы. Саженцы, которые стампуют на юге, они настолько дешевые, что когда их привозят в Россию и берут, и продают по 200-300 рублей дешевле водки, саженцы, которые, по идее, потом даст сотни, нет, 3 килограмма, бедер, вот, по цене по бутылке водки, или там бутылка водки, но отравленная. Что ж такое случилось-то? Почему Путину нет, они объяснили. Закрыть дорогу саженцам, ведь сдохло наше, это, при том, неховодство. Теперь надо доказать. Поехали. Итак, друзья мои, я беру и, например, в Яндексе, нет, да, в Яндексе, вот, смотрите, Яндекс, я беру и начинаю писать. Фо-то, видите? Дальше. Я от самого популярного абрикоса на свете. А-Б-Р-И-К-О-С-А-К-А-Д-И-М-И-К. Вот, дальше мы смотрим. Сорта фотоотзыва. Нажали мы вот сюда, все картинки. Внимание. Что я вижу? Какое обилие абрикоса. Вы знаете, вот первые два-три строчки, вот отсюда начинаю, да, вот это, вот это, самое популярное, вот это, вот это. Вот как это происходит? Своих садов нет. Все вот эти, которые я сейчас, если вернуться туда же, где мы были, а мы были в этом самом Яндексе, и там бесконечное количество, а я ищу давно, 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 видите? Это реклама абрикоса. Реклама абрикоса. Вот. Реклама абрикоса. Вот это вот все было куплено. Реклама абрикоса. Вот. И все это, здесь дальше не царапается, это надо друг до этого. Хватило даже того, что я сейчас показал. Так. Вот. И, наконец, получается, что вся эта огромная армия, то есть, учителя якобы, заочники, типа боксера-заочника, учителя-заочники, они исчезли, потому что больше им не платят. Ну, иногда еще будут пытаться там что-нибудь. Но это уже на сайтах, которые с фальшивыми садовцами, которые садовцы не вращают, но там будут советы, как, вроде толковые, вот купите у нас садовцов, а вот так с ними надо это, я могу копать побольше, и углубление сделать, чтобы сглоить. Только они не говорят, что сглоить. Итак, я покажу несколько самых, с раскрученных фотографий и горжусь тем, что, видите, вот это гигантское количество, гигантское, 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 это мировые лидеры, это абрикосы со всего мира. Так, это еще не все. Тут, видите, написано, еще картинки. Вот. И в этом куче невероятной первые места занимают абрикосы железа. Это значит, во-первых, что даже по картинкам видно, что они являются лучшими из лучших по качеству плодов, по крупности, по красоте. Не верите? Давайте смотреть. Сейчас мы с вами на минутку залезем. Да, мы будем самое популярное выбирать и разбираться. Почему именно с академиком? Потому что этот академик и меня сделал знаменитым. Но в основном среди мошенников. Почему? Сейчас убедитесь. Смотрите, я вначале вот этот. Беру первый самый, самый крайний. Вот он, видите? Видите, да? Внимание. Фото 2007-2008 года. Я обычно делаю так, смотрите, внимание. Я являюсь счастливым обладателем лучшей коллекции в России. Вот здесь не только фотографии моего сада. Это учебные, как выращивать. Видите, как выращивать. Вот. Как расти так, чтобы ваши любимые эти самые родственники в саду получали наслаждение. Они целыми днями копали, превращая дёрн в эту грязь, в которую эту грязь потом будут падать яблоки. Вот. Это ладно. Ну, давайте, ага, всё-таки пробежимся. Ну, ладно, уговорили. И все они будут показывать, наиболее яркие. Эти не воруют. Почему? Тогда приходится воровать изображения моих родственников. А здорово, да? Эти не воруют. А вот это уже украдено многократно. У меня был вебинар, я их провожу по понедельникам. Ближайший понедельник, 14 сша, я показывал вот эту фотографию свою, родную, подчеркиваю, родную. Ну, так. И её же на чужих сайтах. То есть украдено на гору, потому что ясно, что своих садов нет. Их вообще, вот всё, что там рекламируется, ни одной фотографии, десятки сайтов, ни одной. То есть всё из интернета. Значит, вот это из интернета. Вот это из интернета. Вот это из интернета. Даже скромный манджурский абрикос из интернета. А она на самом деле моя, видите? Линейка выдаёт. Фирменная линейка, я когда её раскрасил, мне в мыслях не было, что она выдаст сотню, полторы сотни этих самых сайтов с ворованными фотографиями. Даже скромный манджурский абрикос и ту фотографию присобачили сотни сайтов себе. И эту фотографию... Знаете, как они делают? Линейку отрезают. А некоторые прям с линейкой, часть 16-го. Вот. Это мои опыты первые... Не первые, но вот эту украли многократно. Я неудобно говорить, недавно умерла хозяйка крупнейшего питомника в райском. Вот. Это... Из-за этого чуть до суда не дошло. Но она умерла, умерла, и я не стал судиться с ними. Вот. Видите, линейка. Ничего, всё равно ворует фотографию. Ну, что дальше? А дальше давайте чуть быстрее. Итак. Полюбовались, полюбовались, полюбовались. Вот это, кстати, вишня тоже украла несколько десятков. Вот. сайтов. Вот это вот украло несколько десятков сайтов. Вот. Вот это украло несколько десятков сайтов. Прямо с этими, с линейкой. Вот. Они не думают, что это их выдаёт. Я объясняю, как это делается. Сейчас дойду до той вожделенной фотографии. Сейчас дойду. Вот. Дойду, дойду, дойду. Вот это тоже украли. Ну, как украли? Случайно присвоили? Сейчас объясню как. Вот это популярнейшая. О-о-о. Очень популярная. А у меня доказательства, какие. Видите? Она же как, вроде бы, непонятно чья. А теперь, внимание, крупный план. Узнаете? Вот так вырежьте середку. Вот так. Середка. Возвращаюсь. Смотрите. Моя нет? А? Мошенники. Смотрите в глаза. Так. Вот это вот переименовали Персик Хасанский в Персик Сибиряк. Ага, Сибиряк. Значит, у нас будет жить по всей России. От Калининграда до Сахалина. Ура! И покупает у людей всякую фальшивку под видом, используя вот эту фотографию мою. Ну, Сибиряк, значит, Сибиряк. Всё в Сибири сфотографировал. Да, в Сибири. Да, в Железово. Вот. Сейчас я зайду с этой фотографией. Вот это вот Тибиряковская Академия. Ну, что им стоило со мной наладить связи? Ведь у них же по мини ничего этого нету. Даже близко. Я-то думал, вот, познакомимся. Сейчас мы вместе будем. Ага, сейчас. Нужны им эти самые современные сорта. Потом из-за них хлопот. Вот. Смотрите внимательно. Потом, чтобы не возвращаться. Вот это самая популярная фотография в интернете оказалась. Моя, мой Серафим. Скромненько, но со вкусом. Но сейчас мы начали это вот с этой фотографии. Видите? вот она. Итак, убедились, что моя? Еще знаете, как можно убедиться? Вот так делаем. Смотрите. Видите, вот этот квадратик вот я направил. Вот. А вот это типа паспорта. Вот, видите? Это 100% доказательство фотографии в моем саду сфотографированы. Моим подаппаратом. Вот. Ну, дальше опять пошли мои украденные, мои украденные. Но, давайте убедились, что вот это. И, раз уж мы на нее первое наткнулись, возвращаемся к нашим баранам. Баранам, сделали из нас. Вот она. Можете не проверять. Ну, в каком смысле? Поверить мне, что ее вот так отобрезали, что это она. Ну, еще раз, ладно, где она там. Смотрите. Какие-то характерные особенности. Вот тут что-то беленькое, коричневеется. Вот тут вот палочка. Вот тут вот тут. Так нет. Вот. И мы опять уходим сюда. Вот она палочка. Вот она беленькая, коричневеет. Все. Она. Теперь давайте смотреть. Абрикос Академик. Так. Питомник. Это уже не я. Это питомник. Если мы нажмем сюда, допустим, да? Нажали. Так. Ладно. Не будем отвлекаться. Мы делаем по-другому. Итак. Мы нажимаем мышку. Вот так, смотрите. Ой, нет. Обратно. Вначале мы когда были вот тут вот. Я учу вас заниматься этим. Вот она, да? Я нажимаю левой мышкой. Теперь нажимаю правой мышкой найти изображение в Яндексе. внимание тушь там это все думаете? знаете каких подделывают вот я видел там бабочек нарисуют что только не придумают и тогда получается что куда не сунься набери академик то есть хочу саженцы Академика И вы обязательно наскнетесь Вот на эту мою фотографию А значит все вот эти вот Никто из них Купить в Москве недорого Саженцы дяди Боли Дядя Боли, где твои саженцы? Где твой сад? Маточный Ну где ты делся? Десертная Исаева в Владивостоке А долго ее переделать Вот она уже десертная Исаева А звучит как десертная Исаева Это же академик Это глыба, это величина Ну ладно, пойдем дальше Итак, разобрались мы с ней И теперь возвращаемся Опять сегодня, сколько нашим баранам Из нас делают баран Вот эта фотография не менее часто встречается Пишет академик Вот эта фотография тоже встречается Наконец, вы знаете, что это фотография? Я проводил вебинар 14 марта Это был день памяти Моего друга Латинкова Юрия Алексеевича Уральского садовода Которому исполнился год после смерти Вот, и я показывал его коллекцию фотографий Вот она Вы понимаете? И опять Ну давайте посмотрим Ее оставили в покое или нет Или такая же подлость Найти изображение в Яндексе Очень эффектная фотография, да? Вот так вот, видите? Вот Ну кто-то его называет академиком А кто-то хабаровским Это уже другое дело Вот А как это случается? А очень просто Дается задание Как их обзывают Этих самых Компьютерщик, которые ничего Знаете? Я просто показывал Сколько смешного Персики с абрикосами путают Хотя они настолько разные Вот Чаще я бы с грушей Можем спутать А им что? Дали задание Они же перекупщики У них садов-то нет Не у хозяев сайта Интернет-магазинов Якобы питомник Якобы Так нету Или показывают фотографию питомника Там растет какая-нибудь Это самое Кустарничек Вот он, наш питомник А плодовых нет И садом этого нет И получается, что Человек верит А компьютерщик-то что делал? А вот так же набрал Абрикос Академик Их обычно Какие попадают В первую очередь Верхняя строчка Вторая, третья строчка Потом меньше-меньше Потом бывает еще Злопрещение Итак Смотрите Итак Железов Латинков Снова Железов Ну-ка, что тут написано? Две сотки Абрикос Хабаровский Да Ну, я сейчас не буду искать Поверите на слово Мне, Железову Что это моя фотография Поверите Ладно, идем дальше Вот Теперь Это тоже Очень раз На верхней строчке Тоже распространено Вот это вот И чего Не знаю, кто автор И вот это Их, наверное, по сотне Этих Фигурируют Дальше Не наши Не наши Ну, то есть Не самые популярные Вот Почему еще Вы знаете, почему Вот это я не встречал Это скромненько-жиденько Да Вот это я не встречал Скромненько-жиденько Вот это я не встречал Скромненько-жиденько Вот Вот это вот В квартирной пятушке Правда академик Это настоящая фотография Ну, тут написано в Санкт-Петербурге. А знаете, чем у меня связан Санкт-Петербург? Ленито разговаривался. У меня в архиве лежит письмо. Письмо мне прислал Лобуса Виктор Иванович. На тот момент... Сейчас можно говорить, прошло десятилетие. Какое десятилетие? В 2007 году, 400 лет назад, меня печатала почти в каждом номере в то время самая популярная газета «Ваши 6 соток» во главе с знаменитым Тумановым редактором. И я, Железов, за как лучшие статьи, был удостоен звания лауреат. 15 тысяч только премия. Это как сейчас 30. 2007 год. А может и 40. Как бы. Такая премия была. Звание лауреата. Предложение в Тунис съездить по путевке. Сам Туманов подарил мне книгу за своим автографом. Личную книгу его. Все было великолепно. И вдруг Лобусов мне присылает письмо. Вот видите, написано. Абрикос Академик Санкт-Петербурга. Нет там ни хрена этого. Там получилось как? Значит, доктор наук. Сейчас закрыли этот институтный инград. Может быть и по делам что закрыли. Посмотрели, ни хрена вырастить не могут. Или по-друге, может быть, от нищеты закрыли. Вот, сэкономили. Но он там работал. Он доктор наук. Он писал, они, рукописное письмо. Вы знаете, старики, они никогда, до сих пор не обладели компьютерами. Не обладели этим шрифтом, этим печатным. Вот, и он написал, значит, как у меня выпало. Я цитирую. Я не показываю это письмо. Он жив в дорогах. Мне не хочется его позорить. Но я и фамилию не назвал. Но там было написано следующее. У меня до плодоношения выпало 18 сортов форм абрикоса. Все выпали. А вы доверились какому-то железому. А давайте посмотрим, нет ли еще железовских. Вы поняли? И меня перестали печатать. Меня лауреата, который мог всю страну научить. Ведь я только начал. Еще серию статей. Все, не печатают. Извините, Олег Анатольевич. Ведь тот же доктор наук. Идем дальше. Частенько вот эти попадают. Почему? Это настоящий академик с фотографией взял на Дальнем Востоке. Акция поставщика, скидка. Ах, ладно. Смотрим дальше. Опа, я, наверное, выскочил оттуда. Сейчас, 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 сейчас. Ага. Возвращаюсь, где был. И так вот это вот подлинная фотография. И частенько встречается. Вот. Дальше не моя, не моя, не моя, не моя. А я все-таки найду еще свою. О! Только смотрите, что получается. Абрикос северной сиянии. Это сын манджурского абрикоса. С удивительной окраской. Кто у папа? Дураку понятно. Вы же знаете как. Мы же или папа, или мама, или соседа. Понимаете, о чем речь? Вот. Так вот, этот соседа. Рядом рос абрикос. Удивительно на него похоже. Это амур. Вот. Осочку я вырастил и назвал ее гибридной. Так. Это моя фотография вам. Вы просто, чтобы не терять времени. Поверьте на слово. Это моя фотография. Кто-то потом возьмет, увидит там железо в соцсиб. Мой адрес электронный. Или, допустим, зайдет на мой сайт. Это легко. Набрайте слово по-русски. Сайт с одного дожелеза. Вы на моем сайте. А там есть фотогалерея. Найдете, не найдете, Константинович? Вы правда не брехун? Покажите фотографию истинную. Сейчас не буду время терять. Ладно. Итак, это моя фотография. А давайте посмотрим, сколько ее украло. Найти изображение в Яндексе. Очень эффектно. Это, правда, скромный манджурский абрикос. Это, получается, я на мошенников работал. Так, нет? Вот. Ну, так выходит. Кстати, тут же я смотрю, вот она же, а тут уже еще один манджурис. Ага. А он еще. Ладно. Ну, это другая тема. Мозерские абрикосы, другая тема. Посмотрели. Вот. Как-то он попал сюда, в компанию, где я занабирал абрикос Академик. А вот она тут такая. А вот это, знаете кто? Это опять моя фотография. Вот. Подпорить на ящик водки и там каникул, что я всегда говорю правду. Это тоже моя. Что здесь написано? Айшкин сад. Страшная ошибка. Записка за черновым садовым. Вот это честно. Фото из моего сада. Моя железа. Ага. Даже доказывать не надо. Ура. Вот. А дальше, видите, еще абрикосы. Риска, амур, вот они. Дальше ниже пойдут. То есть, это из моих материалов. Все честно. Записка за черновым садовым. Так называется мой канал. Ладно, не ошиблюсь. Но давайте посмотрим. Мне достало интересно. Кто-нибудь прислал ее? Все-таки эффектная фотография, согласитесь? Найти изображение в Яндексе. Так. О, ребята. Ну, совести у вас нету. Полтора десятка тоже прислала ее. Ну, вот видите. Значит, она работает против садоводства. Ладно. Ладно, ладно. Еще, может, найдем мою? Не мое, не мое. А, внимание. А давай смотреть. Абрикос, амур. Купить садность в бетоннике МКСАД. Эй, хозяин МКСАДа. Совесть есть? Это железовская фотография. Она шире. Это здоровенная такая гроздь лежит. Ее еще мы выдавали за это, за холодовидное. Вы-то хоть честно написали. Амур. Но честность на этом кончается. Смотрите, сколько. Она очень эффективная. Ее, правда, обрезали. Тут половину отрезали. Тут третью отрезали. Но эти изображения в Яндексе. Если бы я подготовился, я бы тогда... Ну-ка. А, че. Так. Почему не хочет? Минуточку. Некоторые, кстати, не хотят повторяться в Яндексе. Нет, не хочет. Жалко. А то бы вы видели, сколько раз она повторяется. Ну, ладно. Одно исключение еще не это. Не правило. Вот она фотография. Абрикос Амур. Ну-ка, мы еще мои найдем. Вот. Абрикос обыкновенный академик. Так, 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 так. Ну, смотрите, как делается. Внимание. Это учеба. Я для вас стараюсь. Почему? Как? Они никуда не делись. Исчезли только садоводы, эти, учителя-заочники, которые из пальца высаживали эти самые... Знаете, отвлекусь, да? Вот надо создать фильм. За него заплатят все съемочные группы. За них заплатят там начальнику над этой, которая называется телеканал Бобер. Заплатят сценаристу, заплатят ведущим. Заплатят этому самому оператору. Заплатят осветителям, электриками и прочим-прочим. Всем заплатят. Какой-то идиот, потому что я же не называю фамилию, я его сам не знаю. Взял и сказал, девчата, а эти девчата являются этими. Называют себя феей, а являются кандидатами наук. И ведущими этого канала. Такие, подобрали таких, сами понимаете. Внешность, есть такое слово, харизматическое. Вот они, ну, подвешенный язык, только что садоводствием никогда не занимались. Почему? В середине лета она берет, выкапывает яму. Вокруг вот такое взрослого дерева. Плодово, не помню какого. Большой ям. Огоняет центральные корни. Вот заметьте, яма размер. Центральные корни торчат. И говорят, три с половиной месяца они... Заметьте, июль. Июль! Самая дичайшая жара. Три с половиной месяца они будут закаляться в открытом виде. Я смотрю, и дайте, идиотизм дошел до крайности. И вот я начал прикидывать. Август, сентябрь, октябрь. Нет, там получается, кажется. Да. В общем, получается, как я считал, обратный отсчет. В ноябре, а в ноябре пол-россии уже покрыто снегом. А он разворачен. Все это, корни, закалять до земли. Я такого идиотизма не встречал до этого никогда. Я даже помню, кто автор этого якобы приема. Но целый фильм снимали. Сколько серебряников заработали. Вот это все. И вот теперь я видел, я показывал Яндекс. Я отдыхаю. Они исчезли. В раз, потому что больше им не заплатили. Там были, вот как я надеюсь, что исчезла Поливкина, которая уже третий миллион учит, как уничтожать деревья. Я столько об этом писал. Ну, теперь возвращаемся сюда, обратно. Может быть, собственное начнем выращивать. Но обман продолжается. Смотрим дальше. Ищем, ищем, ищем. И вот когда я вот эту нашел, да, смотрите. Это абрикос Серафим. Подумаешь, его назвали вороницкой румяной. Это опять моя фотография. Помните, я вам показывал? Хотите, я вам еще раз ее покажу? Вот она, видите? Как она делается? Смотрите, наклон ветки, да. Родной папа, то есть я могу не узнать. Но узнал, слава Богу. Смотрите дальше. Повернули ее в это. Видите? А это еще не все. Я вам ее еще выше показывал. Смотрите внимательно. Она у нас вот тут где-то болтается. Среди лидеров. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Там, дарам, дарам, дарам. Да, да, да. Не ходил бы ты, Иванова, солдаты. Красная армия и стихи. Ой, жалко, что сейчас сразу-то не обратил на нее внимание. Где же ты, моя Селикова? Ну, там, где она повернута, в ту сторону, вы хотя бы видели, где, вы хотя бы видели, на моем архиве. Ладно. Повернули, получилось. Теперь Хрен ее свяжет. Давайте теперь посмотрим. Вот. Возьмем и найти изображение ведущегося. Учите, это серапин. Это серапин. Вот. Сколько их? А сейчас я покажу. Смотрите. Это только повернуты. Их не так много. Ну, полтора десятка. А теперь смотрите, как делают. Вот. И вот. Видите? И вот она же. Понимаете? Где собака залетая? И вот первые четыре фотографии чаще встречается. Смотрите, какая. Видите? Это повернута. А вот это? Ищем еще в Яндексе. А это должна чаще встречаться. Вот. Видите, да? И так четыре раза. Вот это она в таком виде. В таком, в таком и в таком. Теперь. Но она никакого отношения не имеет. Вот. Купить серапин по низкой цене. Вот тут оказалось правильно. Это серапин по низкой цене. Вот. И здесь, он, и здесь, он, и здесь, он, и здесь. Тут их 15, там их 15, тут их 10, там их можно 20. В общем, с этим набегает. Ну, а дальше что? Вот моя Фаина. Может быть, хватит уже издеваться над всеми. Вот моя Фаина. Видите? Линейка моя. Нет такой на планете второй линейки. Нету, да? Вот. А она. А сад мордовский. А Фаина моя. А сад мордовский. А Фаина моя. Вот. Опять серапин. Видите? Мир фермеров. В общем, я вам, во-первых, может, уже даже надоел. Сейчас уберу лишнее. Я, возможно, даже уже надоел. Что бы еще сделать такое особое? Я наберу, знаете, какой сейчас? Сам принцип вы поняли. Я не нашел ни одного фотографии. Никаких садов. У этих ребят нету. Каких ребят, я вам еще раз показываю. Вот. Видите? Это все из интернета. Все. Вот это, кстати, мои эти. А, и вот что интересно. Я, извините, отрекся. С самого начала. Итак. Железа. Успеть бы обучить выживанию детей. В Яндексе появились мои с некоторых пор, не только в Ютубе, но в Яндексе. Теперь они автоматом перескакивают в Яндекс. Теперь мои очень интересные, я надеюсь, и полезные, кстати, фильмы. Как выращивать саренцы, да? Какие-то. И сам концерт внимания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вы поняли, к чему я. В наших садах должны расти фруктовые деревья. Не отравлены. 40 обработок, все знают, Италия, Испания и прочее. 22 раза меньше в России. Мороз немножко помогает. Но 20 это тоже много. Тоже много. И в Кубане отравлены яблоки, так же, как Испания и Италия. А у меня в саду ни одной капли. Вот смотрите, ни вот столичка, ни вот столичка, ни вот столичка яда. Вообще нет. Что значит? Значит, это моя борьба. Это моя надежда. Надежда на то, что когда-то будет этот самый. Видите как? Мой фильм, а вот это вот тут же фальшивая саренца. Абрикос, лель, 600 рублей. Вот. Фальшивки. Фальшивки настоящие. Как дальше жить? Смотрите внимательно. Сейчас я беру вот так вот делаю. Надо отсюда как-то выбрать. А вот. Видите? Смотрим дальше. Теперь процент моих фильмов стал больше. Вот. Мой фильм. Вот фальшивые саренцы. Вот мой фильм. Вот фальшивые саренцы. Вот мой фильм. Вот фальшивые саренцы. Вот мой фильм. Прям как один к одному. Вот фальшивые саренцы. Еще. А, ну, к овощам я не цепляюсь. Вот фальшивые саренцы. Ну что, заканчивается? Нет, я не могу успокоиться. Что я сейчас делаю? Введите запрос. Сейчас веду. Сейчас веду. Все. Это нам уже не надо. Вы поняли. Вот. Смотрите внимательно. Абрикосы в академиях. Видите? Бабочек изобразили. Это еще живых. И вот уже не скажешь, что это моя фотография. Бабочками. И сколько этого всего. Абрикосы в академиях. Смотрите. Вот это вот. Вот на этой фотографии. А я больше нажму, она исчезнет. Вот. Вот это вот ведро с этими. С королевскими абрикосами. Абрикосы в академиях. Мифы и сайты. И правда железа. В серии 1. Вот. Значит, это уже работа моего помощника. Мы сейчас работаем плечом к плечу. Это уже Павел Троценко. И теперь я хочу нажать. Введите запрос. Знаете, есть чисто мои сорта. Вот это клон. Называется. Абрикос. Я уже показывал Фраину. Часто показывал. А допустим. Редкость и редкость. Абрикос. Левиц. Я вот так назвал память выдающегося сангурского садовода. Понимаете? Ну, ладно. И вдруг выясняется, что он уже не Левицкого. Представляете? Он уже не Левицкого. Все. Абрикос Левицкого. Приморский. Купить питомники. Вот он питомник. А откуда он у вас, а? Этот клон я вырастил. Я его назвал Абрикос Левицкого. Давно в старых статьях фотографии есть. И я то это самое. Но. Приморский. Есть у него второе название. Бай Левицкого. Ну-ка. Питомник Игоря Никитина. Сад Апагей. Челябинская область. Сосновский район. СТ Вишнево. Откуда у вас Абрикос Левицкого? У меня нет. И у меня 2000 черенков выписал только. Оно называется научно-производственное питомник Сады России. 2000 черенков. Раз. И этот самый ученый из Челябинска. Ваулин. Александр Алексеевич. Он выписал у меня сеансы Абрикоса. Матросский и тоже добился сумасшедшего успеха. Вот. Но вот этот мне пока не знаком. Кто это такой? Ну давайте посмотрим на его Абрикосы. Ну все правильно. Помните я говорил. Вот. Если вот это вот. А что они делают? Сад, Питон. Они прилепили свой логотип. Все. Теперь он уже не встал. Сад, Питон. Ооо. Ребята. Молодцы. Вот. Теперь он не встал. А на самом деле это одна из самых раскрученных. Она рядом с моей. Возвращаться туда в веках. Сейчас покажу еще раз. Не могу успокоиться. Вот он. Видите? Вот моя. И вот эта. Я еще говорил. Самая раскрученная. Вот. Значит и это тоже мошенники. Нет. Не мошенники. Нет. Случайно, совершенно перепутали свои фотографии с этими. Смотрите сколько их. Найти изображение в Яндексе. Поехали. Еще раз говорю. Одна из самых популярных. Вы посмотрите что делается. Вы видели? Вы видели что делается? Нет. Сотни есть? Есть. Вот. И когда вот эта вот фирма, вот эта вот фирма берет, присылает себе вот эти фотографии, что на самом деле пришлет? А вот он наприкосный висковый этот. Только фотография естественно не моя, а первая попавшаяся. Ах! И меня не забыли. Йо. Так. Сейчас. Фотография на память. Покажу на этом. Вот. Я их никогда не щулю. Сейчас придется включить свет. Так. Сейчас, 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 сейчас. А! Крышки закрыты. Беги военчу понять не могу. Сейчас будем заканчивать, друзья. Фотография на память. На вебинаре покажу. Ребята, каждый понедельник. Так. Это у меня. Зазвонил тебе этот. Будильник. Сейчас, сейчас, сейчас. Я выпущу. Не дашь поговорить. Да. Фотографируй. Будем с вами прощаться. Прощаться, прощаться. Надеюсь, меня не видно. Так. Есть. Теперь. Теперь, теперь, четыре, четыре. Ага. Вот. Я тут фотографирую и дальше. И свою фотографию. Вот мы какие. Майса эти. Они по 30-20 рублей. Бутылка водки. Все. И у вас это. А они, так как, по словам с юга привозят, то заканчиваются это катастрофой. Кто, кто видел мой вебинар предпоследний, там, я цитировал письмо. Мне присылал мужик 200 тысяч. За все годы потратил. На саженце. На саженце нет. Вот так вот. Тут еще абрикоса целая. А нет. Только один. В общем, дальше вам доказывать, не доказывать. Я думаю, на этом надо бы заканчивать. Так. Но как сделать, чтобы у вас были такие же сорта, такие же саженцы. Вот. Для этого нужно что? Или начинать с нуля. Например. Например. Мы попадаем. Допустим. Ладно. На мой сайте. Вот это мой сайт. Называется САДСИК. Вот. Красота какая. Каталог, пожалуйста. Семян. Каталог по черенкам. Вот она. Так. Вот. Ну, правда, устаревшая. Надо просить свежую. Саженцы. Это Сергей Жевалевич Железов. Железов. Это мои дети. Так. Это к ним. Вот это мои книги. Еще одна уже скоро печататься будет. Так. Вот. Вот это мои публикации и фильмы. Как просто. Воспоминания о будущем. Серия 3, серия 4, серия 2, серия 1. Вот. Лучший сад под Москвой. Вот это только посмотрели 5. Получшего фильма. Все. Сад готов. Только для этого надо не мелочиться. Просто не мелочиться. Вот. Ну и наконец. Я вам хоть что-то начало показывать. По годам. А здесь я так кучу собрал. Черешни. Персики. Абрикосы. Вишни. Роскошные. Роскошные вишни в Сибири. Вот. Лучше сад в России по качеству плодов. Мало того, что лучше. Это примерно как если в научных кругах якобы, допустим, выпускают автовый медзапрозис. Акул. Вот. Ну, может, Жигуль первая модель. А здесь Лексусы. Ломбордини. Те самые. Совершенно скромные Мерседесы. Вот. Тойоты. Мазды. Вот примерно такое соотношение. В общем, всё. Я буду заканчивать. И всё-таки у меня осталось всё такое чувство неудовлетворённости. Тема и каталог. Каталог КРУ. Причём каталог именно по семнам. У меня ещё есть каталог по этим. По каталог по черенкам. Но это второй этап. Большинство из вас, кто меня смотрит, это второй этап. Смотрим. Вот он каталог, да. Значит, чем у меня есть. Вы прочтёте. Вы. Здесь море полезнейшей информации. Полезнейшей. Вот. Скромные цены. Ну, конечно, косточка 25 рублей. Прикосу. А сейчас скидки. Знаешь, уже 20. Тогда получается, что можно с этой косточки в Мерседево, которую мы в моём саду отдельно отдавали. И дают сотни ведер. Ну, правда, за 20 лет. Сотни ведер. Она седается с 20 рублей. Заканчивается вот эта книга. Подарочная. Осталось несколько. Она дорогая. 1300. Вот. А вот записка за серого садовода всего 600 рублей. Здесь она простым русским языком объясняется, что такое две номерские премии. Любой дурак поймёт. Понимаете? А наука брезглево отвернулась. Они бы тоже поняли, но они не хотят в эту сторону смотреть. Прошура. 4 штуки 200 рублей. Электронные книги. Вот они. 500 рублей. И этот же серый сад или записки. В электронном виде. Только практически никто не покупает. Новая книга. Сейчас собираются деньги. Как деньги? Всех платят сейчас, а через 2-3 месяца получат книгу. Вот. Это будет ещё одна моя книга. Все вопросы сюда. Потом остановите этот самый. Когда у вас будет же как бы у вас будет как бы запись, вы будете смотреть. Пожалуйста. Как переслать деньги и вы уже гарантированная книга у вас. Вот она какая будет. Уникальнейшая книга. Обматочные ленты. Это для тех, кто в руке зачёжется прививать. Практика прививок. Видите, я ещё научу, как это делается. Вот они ленты. Вот они. Лучше в это. То, что присылает сопли. Вы представляете, какая наглость. Берётся сантехническая лента, которая, помните, трубы обматывает. Она тянется, как сопля. Вот смотрите. Поняли, да? Вот. А вот настоящая лента. Диски. 20 дисков. Уникальнейшая вещь, ребята. Ну, а дальше закончилась, закончилась. Ну, ещё есть. Видите, помните, мой Амур вам показывал. Вот они Амуры. Вот. Пусть что-то ещё есть вам на продаже. Вишня есть. Сливы есть. Венгерка розовая. Уникальная вещь. Единственное дерево на планете. С ней взяты косточки. Посреди нас с этих самых таких, я бы сказал, упёртых, я бы сказал, волшебных людей практически нет. Вот, то есть, будущих волшебников. У меня венгерок. Вот. Помните этот анекдот? Доктор, дайте мне таблетки от задности. И побольше, и побольше. Вот так надо обращаться. Я здесь про все это распродать не могу. Вот. Что есть, чего закончилось. Парина только сейчас закончила. Поздний Филиппов. Знаете, чем хороший? Я себя оставил, посажу в виде косточек. Надо всё-таки понять, что получится, если его не приливать, а вырастить из семян. Вот он, который справа. Поздний. Он не попадает по заморозке, как практически. Это его будущее. Ну, сколько смог, продал посадь. Черенков, сколько смог, продал. Ещё черенки есть. Ну, и один из супер сортов тоже себе оставил, насыщировал. Вот. И, вот, каждому ребёнку по грядке. Пускай растят. Вот. Себе столько оставить не смогу, потому что места нет, в стране нет места до лучшего сада. Миллионы гектаров зарастают, а мне говорят, ух, по тебе. Вот в землях сельхозное значение. А пятиметровая сосна на этой земле никому не мешает. А поставить, даже туалет построить нельзя. И нам тоже нельзя. А у нас, кстати, сейчас идёт санкции. И уже с Египта картошку не привезут. Наверняка. И с Израиля не привезут. Вот зачем им с Америкой не связываться. Пусть они там поживут, даже без картошки, которая заменила нам хлеб и спасла миллионы людей. Войны в эти, в неурожайные годы. И земли ни хрена не дадут. Сейчас дали бы, скажу, хапали бы. А то гектар даём. Пожалуйста, где? За полярным кругом. Ну и при море. Во всей стране людям земли не дают. Сидят в городах. Многие от безделья маялись, потому что работать уже отучилось целое поколение. Ну на этом надо заканчивать. А то я сейчас так начну махать. Вот. Ещё призывать к чему-нибудь. К самозахвату и прочее. Кстати, вот сейчас захвати кусок земли и в тюрьму попадёшь. А садить надо тех, кто земли не даёт. Всё. На этом я заканчиваю, ребята. Вот. Надеюсь, нет, нет, нет. Даже вот то, что я уже сказал, уже можно заработать на этом. Да. Горькая правда. Вырезать, не вырезать. Зашугали. До свидания, друзья. Я заканчиваю этот фильм. Вот. Как его назвать? Как его назвать? Ну, что мы поняли? Гигантский механизм по отниманию денег. Гигантский. И никто с этим не борется. И из-за этого загнулись отечественные питомники. Вот. Потому что всевестоимость там выше, чем вот те цены. 300, 500. Некоторым удается тысячами продавать. Картинку подам, говорят, полторы тысячи, три тысячи, двадцать, восемь, двадцать. Вот. А кто-то думает, раз в восемь на чём у меня точно выживец. Ага, сейчас. Всё, друзья, наконец-то я с вами это высказал, что хотел. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok